Нет, это не происки вражеских шпионов и не масонский заговор. Однако люди жалуются, сахар пропадает с прилавков магазинов. Ну да, есть такая проблема. Хватает? Нет, не хватает. А зачем вам нужно? Зачем? Дача, огород, ягоды, приготовление на зиму варенья. Мне хватает, я купила 10 килограмм, мне хватит. Вы знаете, я совершенно равнодушна, у меня сахарный диабет, мне его нельзя. Поэтому я и не переживаю. А мужу надо, мы купили заранее. Да у меня запас еще, я запасливая женщина, у меня запасы есть. И так еще немножко, килограмма два покупаю почти каждый день. Ну я вчера заходила в магазин, магнит не было. А больше не заходила в другие магазины, да, не было сахара. Сама не знаю, не ощутила еще. В красно-белом вчера купила спокойно, рафинад, нормально все. Так как я считаю, что у нас всегда есть и сахарный песок, и рафинад, можно спокойно приходить в наш магазин Оливье. Мы будем рады. У нас никогда сахарный песок не пропадает. По крайней мере, не пропадал еще. Кроме того, мы лично проверили полки сахара в нескольких торговых точках города. И так о результатах. В большинстве магазинов города сахар есть, так что переживать не стоит. Возможно, небольшие перебои. Вероятно, из-за того, что многие основательно закупаются для создания заготовок. Жители краевой столицы, между тем, возмущены. Почему с прилавков магазинов Перми пропал сахар? Есть ли проблема и решается ли она? Рассказали в Минпромторге Пермского края. Некоторый дефицит сахара связан с тем, что его стали больше закупать для заготовок. При этом ситуация складывается лучше в магазинах федеральных торговых сетей, которые сформировали запасы сахара в своих распределительных центрах. В целях контроля за ситуацией создан оперштаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменения ситуации на продовольственном рынке. Специалисты Минпромторга проводят самостоятельные проверки, посещают торговые точки и при недостатке товара связываются с руководством магазина. Если вдруг вы столкнетесь с подобной проблемой, обращайтесь в региональный отдел развития торговых сетей по телефону на экране. Только обязательно конкретизируйте свою жалобу, а именно сообщите название магазина и его адрес. Если же это не крупная сеть, то желательно еще указать владельца магазина. Ольга Распономарева, Кирилл Яранцев, Никита Игнатьев. Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова